Поехали кататься. Всем привет! Фит-фит. Быстренько-быстренько выезжаем. Дорогие друзья, я уже вам говорила, что сейчас идет очень большая распродажа в питомниках роз разных видов, сортов. Акции просто потрясающие, просто потрясающие. Вообще, по закону, розу мы высаживаем с 20 марта по 20 мая, когда активная корневая система. Но такие распродажи, какие сейчас идут, по определенным обстоятельствам, у нас война, поля засажены такими растениями, столько вложено труда, и идут распродажи очень-очень дешево. Я одну розу купила по такой сумасшедшей цене, честно вам скажу, поехала там погулять, не посмотрела на цену, а уже непосредственно при оплате, знаете, я спросила у них, по вас к этой розе во льдов прилагается, потому что цена просто была космическая, бомбическая. Ну, я ее посадила, смотрю, пока это совсем не то, что заявлено в названии, это роза-полька, совсем пока не то. Она была с бутонами, но не знаю, посмотрим. Ух, там у нас море, океан. У нас сейчас сильнейшие дожди, ливни нереальные, просто там топит, там топит. Ну, а мне, конечно, хорошо. И сегодня у нас в воскресенье, я только что получила смс-очку, что пришла посылка с заказом. Я плетистые четыре вида розы заказала, сделаю вам распаковочку. Но я не думала, что сегодня работает через новую почту. Ну, пробила, вроде должны работать. И мне надо очень срочно поехать получить, распаковать. И, конечно, было бы хорошо сегодня посадить, потому что пока влага, сниженная температура, и еще, вероятность, день-два дождей. Это будет очень-очень важно. Итак, дорогие мои, я в основном, конечно, это говорю для жителей Украины. Пожалуйста, поддержите всех, кто выращивает, ну, в особенности цветы. Я знаю, что все, кто выращивал цветы, начал цветочный бизнес за эти 20 лет. Ну, поздно или рано смотрели видео на канале Марина Цветы, где я призывала заниматься цветочным бизнесом, что намного выгоднее, чем, например, выращивание овощей. Ну, фрукты это немножко другое, но в данном случае овощей. И я знаю, что очень многие люди изменили... Так, дорогие друзья, у нас тут просто озеро, озера, ливни очень сильные. И очень многие люди, женщины, изменили философию своего дома, своего участка. Конечно, никто не отменяет ни картошку, ни помидоры, ни огурцы, но, создавая такие цветочные композиции, они действительно вдохновляют, дают вам... Боже, что там впереди? Боже, что там впереди? Куда оно едет? Боже, куда оно едет? Не то, что навстречу, что-то там случилось, что-то там такое, что такое? Боже, там просто озера. Не могу вам показывать, не переключусь. Просто, просто вот так вот тут. Просто вот так вот. Вот. Сейчас я так... Очень сильные дожди. Я вас... Ох! Я вас предупреждала о сильных магнитных бурях. Геомагнитный шторм на Землю ударил нас. И протоновые потоки пошли. И они вызвали такое изменение циклоны. Пришли очень сильные дожди, снижение температуры. И снова я о цветах, дорогие друзья. Очень многие поменяли философию своего сада, огорода. И я надеюсь, что встреча на моем канале Марина Цветы когда-то, много-много лет назад, 10 лет назад, действительно помогла вам украсить этот мир цветами. И, в общем-то, для многих это стал бизнес. Поэтому, кто из Украины, на Фейсбуке, у нас сейчас только такая соцсети работает. Очень много цветочных групп. Пожалуйста, выставляйте свои растения. Многолетники, не стесняйтесь. А потом это все по группам распространяйте. Продажу, не стесняйтесь. И потом у нас прекрасно работает и укрпочта, и новая почта. Упаковочки, подарочки хорошего, качественного. И будут люди... Во-первых, вы получите материальное вознаграждение. Ну и людям вы дадите... Ой, как я говорю, цветы это лепестки нашей жизни. А для нас сейчас жизни-то вообще это очень ценно. И, что бы ни случилось, видите, война войной. Цветы мы продолжаем высаживать. Если за рассаду я еще у мужа спрашивала, высаживать ли мне рассаду помидор, огурцов, перца. Он так пожимал ключами и говорит, Марина, ну, все непредсказуемо. Ну, на такой территории живем и все. То за цветы, за розы я у него не спрашивала. Поэтому еще четыре розочки, еще четыре розочки и все. Обещаю вам и все. И все, и все, и все. Вот, поэтому украшайте своих цветами. Находите малейшие клочочки земли, чтобы посадить растения, которые, ну, очень хорошо многолетники, которые цветут. Тут посадил на много лет. Это будет здорово. Вот, поэтому... А, я хотела сказать, что я, в общем-то, выпрыгнула с огорода. Мне только что в руках была лопата. Я была в калошах, потому что у нас сильный дождь. Вот, но только-только я получила смс-очку. Я быстренько фит-фит, там, все, что могла, набросила на себя. И сейчас посмотрим посылочку. Я получила посылочку, выписала на сайте Раслыны от Назара. Это Facebook. У них очень много растений, но мое внимание привлекли именно плетистые розы. Потому что у меня маленький участок, и я делаю все, чтобы растения были вверх. Посмотрим на качество, дорогие друзья. Я выписала 4 сорта. Упакованы достаточно хорошо. Сорта подписаны. Сорта подписаны. Сорта подписаны. Но нужно все-таки распаковать. Ну, наверное, распаковку все-таки я сделаю, дорогие друзья, на канал Марина Цветы. Потому что все-таки переходите туда. Вот. А так я вам все-таки покажу вот такие вот растения. Здесь 4 сорта плетистых рост. Ну, а корневую и все остальное посмотрим на канале Марина Цветы. Так что переходите туда в плейлист о розах. А мы готовимся к посадке плетистых роз, которые, надеюсь, будут украшать наш сад много-много лет. Итак, это компания Раслыны от Назара, Украина. Ищите на Facebook. И помогите ребятам в такое сложное время. Потому что поля у них засажены таким огромным количеством роз. Это просто великолепие. Ну и другие растения тоже посмотрите у них. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...